Сегодня готовим удивительно вкусный шоколадный бисквитный рулет с нежной начинкой. Это очень простой рецепт. Шоколадный бисквит получается эластичным и очень вкусным. У вас точно не будет трещинок и рулет получится просто превосходный. Настоящий зимний десерт. Отлично будет смотреться как на праздничном столе, так и просто к чаю. Всем привет! С вами Юлия и канал Сладкая Жизнь. Давайте готовить! Начнем с приготовления бисквита. Для этого нам понадобится отделить белки от желтков. В желтки добавить сахар и хорошо взбить до получения густой светлой массы. Теперь в отдельной емкости смешиваем все сухие ингредиенты. Заранее просеянную муку, какао, соль и разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем. Я делаю это венчиком, можно просто ложкой. Высыпаем сухую смесь в желтки и хорошо все взбиваем при помощи миксера. В отдельной емкости взбиваем белки до получения пышной светлой массы. Вводим постепенно 2 столовые ложки сахара. Аккуратно и постепенно порциями смешиваем белки с уже полученным тестом. У вас должна получиться гладкая воздушная шоколадная масса. Выливаем теперь тесто в прямоугольный противень, застеленный бумагой. Хорошо разравниваем массу и выпекаем в духовке 15 минут при температуре 180 градусов. Пока выпекается бисквит, приготовим крем. Для этого нам нужно на водяной бане растопить белый шоколад. Я добавлю несколько чайных ложек сливок. Это поможет сделать текстуру нужной консистенции. Далее немного взбиваем сливочный сыр. Можно использовать маскарпоне, филадельфию или даже обычный детский творожок. Тоже получается очень вкусно. В отдельной емкости взбиваем холодные сливки. Нужно взять холодные сливки не менее 35% жирности. Иначе они не взобьются в красивый пышный крем. Взбиваем несколько минут, пока масса не станет плотной. Теперь соединяем все ингредиенты. В творожную массу добавляем растопленный шоколад. Теперь аккуратно добавляем взбитые сливки. И все хорошо взбиваем. Я не добавляю дополнительно сахар. Сладости шоколада на мой вкус вполне достаточно. Крем получается воздушный, нежный, но в то же время достаточно плотный и хорошо держит форму. Готовый бисквит присыпаем сахарной пудрой. Это нужно нам для того, чтобы бисквит не прилипал, когда мы будем его скручивать. Накрываем корж еще одним листом пергаментной бумаги и переворачиваем бисквит. Аккуратно снимаем бумагу, на которой выпекался бисквит. Даем немного остыть. Выкладываем крем и хорошо разравниваем по поверхности. Теперь аккуратно при помощи пергамента. Скручиваем рулет. Видите, какой эластичный бисквит у нас получился? Он легко скручивается и не оставляет трещинок. Теперь нужно поставить рулет в холодильник на 2-3 часа для пропитки. Тем временем подготовим украшение. В растопленный горячий шоколад добавляем несколько кусочков твердого шоколада. И хорошо размешиваем. Это поможет создать нужную текстуру для шоколада. Полученную массу распределяем на листе пергамента тонким слоем. Теперь аккуратно скрутим пергамент и отправим в холодильник. На 30-40 минут для застывания. Когда шоколад уже хорошо застыл, аккуратно разворачиваем пергамент. Шоколад будет крошиться, образовывая нужные нам формы для украшения. Наш рулет уже хорошо пропитался. Достаем его из холодильника и украшаем шоколадом. Я стараюсь создать текстуру дерева, поэтому выкладываем кусочки шоколада именно так. Вы можете фантазировать и сделать свой декор. Сверху присыпаю немного сахарной пудрой. Вот и все. Наш потрясающий зимний десерт готов. Бисквит получается очень шоколадным, воздушным. А крем достаточно плотный. Но он отлично пропитывает корж. Обязательно попробуйте. Жду ваши отзывы в комментариях. И как всегда, отмечайте меня в инстаграм, когда готовите по моим рецептам. Ставьте лайк, если вам понравился рецепт. Подписывайтесь. И до новых встреч на канале Сладкая Жизнь. Пока-пока.